Всем привет друзья! В прошлом видео я рассказывал вам о новом проекте, который называется Alchemy и который стремится построить собственную мировую платежную систему в криптовалюте. Давайте же рассмотрим, какие проблемы все-таки возникают у существующих блокчейн-платформ для оплаты. Существующие платежные платформы блокчейна имеют очевидные недостатки в их основной оплате, оплатной функции, системе оперативной поддержки и блокчейн-инфраструктуре. В целом, существующие проблемы оплаты блокчейна могут быть примерно подразделяться на следующие категории. Отсутствие основных платежных функций для крупномасштабной рекламы. Приложения для реализации крупномасштабного коммерческого приложения платежей должны быть в состоянии обеспечить поддержку в некоторых из следующих основных функций. Сценарий применения 1. Реальное бизнес-приложение включает в себя сценарий оплаты партии, активный платеж, режим PushPay. Также включает в себя сценарий, в котором получатель платежа активно инициирует запрос на дебет и автоматически завершает вычет, режим PullPay. Сценарий режима PullPay применяется во многих областях, таких как автоматическое удержание в такси Uber и коммунальное обслуживание оплаты. Например, оплата заводу и электроэнергию. Существующие в сети блокчейн-платежей, так как потребитель держит у себя приватный ключ, оплата должна быть инициирована пользователем. Платеж может быть произведен только когда потребитель авторизирует и активно инициирует запрос на оплату. Так поддерживается только режим PushPay. То есть вы понимаете, да, что сейчас автоматически не может быть оплата списана. Должен конкретно пользователь ввести свой приватный ключ и подтвердить оплату. Только тогда будет списание денег. Ни о каком автоматическом списании речи нет. Также отсутствуют системы оперативной поддержки, необходимые коммерческим структурам. Большинство современных платежных платформ блокчейна фокусируются на своих технических применениях в платежной отрасли и редко рассматривают вопрос о строительстве систем оперативной поддержки, необходимой для коммерческого применения платежной платформы. Имеется в виду схема технической поддержки. Дополнение к техническим исследованиям и разработкам, операционная система поддержки платежной системы является одной из основных возможностей, только поддерживая недорогие высокоэффективные эксплуатационные возможности. Также существует проблема инфраструктуры. Существующие технологии блокчейна имеют много недостатков с точки зрения выполнения транзакций, перекрестные платежи и поддержки аккаунтов. Проект Alchemy предполагает, что при поддержке децентрализации смарт-контрактов и согласованной механизма блокчейна, Alchemy позволит принимать оплату многим игрокам отрасли для того, чтобы принять новую эру платежных технологий полностью, используя серию протоколов с открытым исходным кодом. И открытой R&D платформой для повышения эффективности трансграничных платежей, обеспечить торговцев и клиентов более быстрым, безопасным, удобным и гибким глобальным платежным решением. Цель проекта – разработать протокол оплаты через сообщество, консенсус, чтобы построить децентрализованную, основанную на доверии инфраструктуру для ускорения проникновения криптовалюты в нашу повседневную жизнь. Alchemy достигает децентрализации оплаты сети путем интеграции с децентрализацией криптовалютных кошельков, развертывания децентрализованных технических структур, а также соответствующие операции механизма управления. Давайте же поговорим о токене проекта, который называется ACH. Является токеном всей системы Alchemy. Он имеет общий объем 10 миллиардов единиц и никаких вторичных предложений и создания не будет. Alchemy распределяет большую часть комиссии как доход для держателей токенов ACH. Держатели имеют право и должны принимать участие в управлении цепями деятельности. 80% всего дохода от комиссии будет распределяться между держателями токенов ACH, а остальные будут сохраняться командой Alchemy для покрытия расходов на разработку и эксплуатацию проекта. Если вы хотите узнать больше по поводу проекта Alchemy, переходите по ссылкам ниже, смотрите мой предыдущий обзор, а также задавайте все свои вопросы в комментариях. Всем пока!